В далеком прошлом охота помогала нашим предкам выжить. С ее помощью они добывали пропитание, боролись с холодом. Со временем это занятие перестало быть первостепенным, однако оно осталось в жизни людей и сохранилось до сегодняшнего дня. Первое Рязанское охотничье общество было создано 120 лет назад. Именно его истории посвящена выставка, открывшаяся в Рязанском Кремле. Ее экспонаты рассказывают об истории охоты и рыбной ловли, начиная с первобытных времен. Здесь можно увидеть предметы, найденные в ходе археологических раскопок, чучело животных, картины на тему охоты, охотничий инвентарь. Одним из самых ценных экспонатов является книга «Царская охота на Руси», предоставленная научной библиотекой Рязанского Кремля. Нам пришлось купить новое ее переиздание, потому что книга была в свою очередь издана в четырех томах. У нас только четвертый том, к сожалению. В четырех томах ее купить очень сложно, она очень дорогая. И вот мы читали как раз то, что писал автор Кутепов об охоте по поручению Александра Третьего. Он поднял весь период охоты, начиная с Древней Руси до Александра Второго. К сожалению, книгу свою завершить не успел. Четвертый том был последним и заканчивается старством Александра Второго. Некоторые из предметов, представленных здесь, выставляются впервые. Например, охотничьи ружья и рок 19 века. Ну а многие экспонаты были переданы музею самим Рязанским охотничьим обществом. Рязанские охотники очень инициативные люди. Оказывается, в обществе работает несколько секций. Одна из них занимается охотничьими собаками, другая стрельбой, третья рыболовством у нас, потому что выставка не только об охоте, но еще и о рыбной ловле. Они представили свои награды, кубки, потому что они участники многих соревнований разного ранга и часто бывают в них победителем. На сегодняшний день Рязанское охотничье общество насчитывает около 10 тысяч членов, 25 охотхозяйств, более 2 миллионов гектаров земли. Ну а главная его цель отнюдь не уничтожение животных, а сохранение популяции и природы в целом. Недаром раньше это объединение называлось обществом правильной охоты. На открытии выставки присутствовало много охотников. Так Александр Холопов пришел сюда вместе с внуком, которого он тоже приобщает к охоте. Сам же Александр охотиться начал еще в далеком 72-м году. Он говорит, что охота для него – это главным образом не убийство животных, а общение с природой. Иногда даже и не стреляем. Если я вот вижу, что выстрел не принесет никакой удачи или просто может подранить дичь зверя, я стараюсь даже не стрелять. Узнать все о прошлом и настоящем охоты, познакомиться с деятельностью рязанского охотничьего общества и просто получить удовольствие от созерцания действительно красивых и ценных экспонатов. Все это вы сможете сделать на выставке «Зовет нас предков» первобытный клич. Работает экспозиция в певческом корпусе Рязанского Кремля. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».